ответы на вопросы ролик номер два джафа ликберов москве двадцать восемь градусов видимо жарко алексей джакуба вопроса вице-президент тетра будет решать с национальным комитетом республиканской партии надо знать политическую историю сша ну алексей я с вами согласен формально это будет так но понятно что окончательное решение остается за трампу значит я это не сказал это второй ролик ответ на вопросы ролик номер два друзья пожалуйста поддерживайте канал этот канал который борется с пропагандистской компании то есть он вам нужен он вам помогает понимать как вам морочат голову и избегать этого то есть ну сегодня есть вопросы какие-то если нет я в конце посвящу несколько слов троллям и пропагандистской компании так на джаф аликперов а почему не рассматривается такая логическая цепь расстрел девянос третьего года продолжение силовой практики вильнюса билиси-баку гкчп предместника бомбежек грозного это разные явления на джаф в одном случае это коммунистическая империя которая пыталась сохраниться именно в этой имперской форме а в другом случае молодая демократическая россия которая значит девяносто третьем году создала свою конституцию расстрел парламента это не расстрел парламента это бандиты обычные бандиты родской хазбулатов пытались заменить ельцин остаться у власти может быть одни не стали бы восстанавливать там советский строй хотя вокруг них концентрировалось такое трепье рн е боевики из приднестровья фашисты коммунисты понимаете это в отчаянии русской хазбулатов готов были поддержать опереться на кого угодно там макашов которые со своими боевиками штурмовал там останки на телевидении они в процессе стали но абсолютно неразборчивыми бандитская группа фактически они создали бандитскую группу и эту бандитскую группу ельцин останавливал в этом смысле был полный консенсус среди политиков демократов даже жириновский не поддерживал их понимаем при том что вот эти остатки кгб поддерживали их это вот приднестровье это один из признаков того что чекисты были на стороне но во всяком случае им нужна была вот эта нестабильность которая создавалась русским и хазбулатов вот но это аналогия не полный разные страны россия станет империей или пойдет по пути имперскому через два года после девяносто третьего года когда ельцин издаст указ о восстановление коэффициентной законности на территории чеченской республики будет готовиться военная операция против дудаева против чеченцев и война это первая имперская война демократической россии которая превращала превратила демократическую россию в россию имперскую путин или имперцы или авторитаризм который мы наблюдаем сегодня он начался в девяносто пятом году усилиями ельцина к сожалению мы боролись с этим отказали ельцину в поддержке я имею ввиду демократические силы почти все не все тем не менее так попадет ли в тюрьму джо байден интересуется вуфер вы знаете мне кажется вот этот элемент цивилизованности который проявляется у традиционалистов у республиканцев он играет очень большую роль они отказываются действовать теми же методами что и социалисты демократическая партия для них это принципиально нам бы хотелось конечно чтобы все эти пропагандисты вся эта ложь была наказана все это финансирование антиамериканской деятельности исследовалось проявилось и было наказано но вероятнее всего этого не будет к сожалению а может быть к счастью вы не ответили на вопрос Константин Ратанович как возможно такое чтобы в демократическом государстве действующий президент выбрал себе преемника рю дюк невада вы имеете в виду Ельцина и Путина видим мы ну к моменту прихода Путин к власти Россия уже не была демократическим государством и довольно громко мы об этом говорили предупреждали об опасности имперского развития в строительстве домов и начало второй чеченской войны абсолютно искусственно о том о чем я говорил на пресс-конференции в в Думе ну это было сильное заявление поверьте журналистов было очень много и там ее цитировали в пресс-конференции а потом все почистили убрали и это был признак ну вот начала некоторого нового развития государства и многие журналисты НТВ крутили пальцем у виска говорили что Паровой Новодворская опять взбредили такую чушь говорят Путин взрывает дома потом на том же НТВ Николаев проводил это исследование расследование приглашал этих людей которые обнаружили рязанский сахар вот так что ну вот Евгений Киселев он до сих пор опасается со мной делается интервью поскольку понимает что я ему ткну пальцем ему в грудь и скажу что алё мы же предупреждали вы же с нами боролись значит ну вот вы победили вы добились своего да я оказался не услышан неправ а вы оказались правы и Путин оказался прав пришел к власти все как и предсказанно в демократическом государстве преемника можно назначать надо быть честным а политические преемники в политической партии это нормальное явление председатель партии собирается освободить пост там в Великобритании премьер-министра освобождает пост председателя партии и есть преемник обычно заранее известный вот назначать преемником преемником президентом страны ну Россия прошла процедуру голосования Путин прошел процедуру голосования то есть все было сделано честно заморочили голову да вот Путин заморочил голову взрывы домов вторая чеченская война вот и Россия уже не была полностью демократическим государством повторюсь мне кто-то уже говорил тут не надо повторяться что-то новенькое скажите если вы не хотите слышать старенькое то какой смысл вам говорить новенькое значит все это было сказано еще в 99 году я говорил это в соединенных штатах на слушаниях в конгрессе о том о том что в России возрождается антиамериканская империя и никто не хотел слышать ну неприятно это слышать это больше похоже на конспирологию есть надежда что это все неправда это это очень сложно всегда произносить вот эту фразу надежды нет но я ее иногда произношу она очень не нравится слушателям журналистам надежды нет довольно часто я об этом говорю так релакс канал за одну неделю в федеральной тюрьме Донни смогут убить я думаю Дональда Трампа имеется ввиду к этому все идут траванутый вот там он умрет от сердечного приступа или апокалиптического удара ну релакс канал понимаете тем не менее за его жизнь несет ответственность государственная охрана ну эти ребята могут его убить конечно чего там говорить нету такого преступления на которое они не пошли бы чтобы сохранить власть могут и мы это должны учитывать так макзум ханов израиль признает бомба со всем миром не понял о чем это make армении great great again серьезная проблема с арменией армении надо освобождаться от российского влияния и российских денег по существу в армении в грузии примерно одна и та же схема доминирование российского капитала который устанавливает правила игры вот это это опасное явление чего там говорить так вы в 90-е раздавали свои бизнесы и капитал а потом не могли в нулевые найти деньги на митинге может же было в 90-е инвестирователь сохранить во вклады в европейских банках Вячеслав Вадимович понимаете с бизнесом все очень просто либо вы продолжаете работать и продолжаете идти на компромиссы и сотрудничаете с властью с окружением Ельцина вот эти в конце 90-х с Путиным с бандитами либо как я уходите и тогда перед тем как уйти я встречался с многими предпринимателями устраивал такие семинары встречи там присутствовал Ходоковский Невзлин Володя Гусинский на каких-то ранних встречах но другие предприниматели я говорил я ухожу в политику теперь вы сами но вы меня должны поддерживать ну нифига не поддерживали понимаете ну значительно проще лоббировать свои интересы ну Михаил Борисович вот хороший пример ну просто вот до момента посадки до момента когда на него начали одевать наручники он думал о том что можно сотрудничать с можно можно участвовать в этом электоральном избирательном процессе и как я уже много раз говорил партию экономической свободы не поддерживал и партию западные выборы не поддерживал поддерживал коммунистов поддерживал жирика когда его посадили поддерживал яблоко которое вяло так сопротивлялась говорила что ай-яй-яй зачем же вы Ходоковского посадили если поддерживал нас ну наверное были бы активные действия мероприятия ну может быть он рассчитывал и правильно рассчитывал договориться и вроде бы договорился в конце концов его отпустил Путин вот схема о которой вы говорите отложить деньги а потом их использовать она не действует нереализуемо его почему Он не может позволить себе конфронтацию с Турцией. Турция беспилотники дает. Он не может позволить себе конфронтацию с Байденом. Плохо, худо-бедно, но его снабжают. Если перестанут снабжать, надо сдаваться, а он не хочет. Поэтому не от большого ума я не думаю, что ум здесь вообще при чем-то. Это конкретные обстоятельства, у него нет другого выхода. Можно лавировать, можно делать так, как делает Натаньяху. Его за это уважают. Байден бросился на помощь, перекрыл небо над Израилем. Два флота американских. Но это политика. Это то, чем Зеленский не умеет заниматься. И экспертами не пользуется, к сожалению. Сам себе на уме. Это ошибка. Нет там экспертов хороших, к сожалению. Радоваться этому не приходится. Ну вот обсуждается этот термин. Расстрел парламента. Это пропагандистский термин, который ввели пропагандисты, чекисты и коммунисты. Расстрел парламента. Какой парламент? В первых, это парламент, Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Ну вы что? Какой парламент? Там 90% коммунисты и чекисты избирались под контролем. Там КГБ еще. Рассчитывать на то, что это хотя бы даже внешне напоминало бы парламент, нельзя. Тем более, что в конце концов Родской Хазбулатов приняли решение, когда им даже Кворума не хватало, что Кворум проголосовали, что Кворум есть. Проголосовали. Кворум тут же появился после голосования о том, что Кворум есть. Пьянковский находится и из Швеции. На зарплате у Цороса. Ну да, Марина, конечно. Городом верным. Дудаев депутат Толстой назвал Алма-Ату городом верным. Ну это игры пропагандистов. Так. Алексей Джакоба. До Порошенко и Байдена Портников пропагандировал СССР и РФ Российской Федерации и проживал в Москве. Алексей, про каждого человека, ну может быть за небольшим исключением, можно найти какие угодно гадости. Виталий Портников прекрасный эксперт. Очень интересный эксперт. Он ошибается, ошибаются все. Он делает неправильные акценты. Все делают неправильные акценты. Он поддержал Порошенко. Да, сейчас он поддержал демократическую партию. Но сейчас вроде бы он отказывается от этих установок. Был ли это результатом, не знаю, финансирования, скажем так. Или это внутреннее убеждение. Ну, Виталий свободный журналист. Он имеет право заключать такие контракты продвижения там политической позиции. Он это и делает. Если бы у него был выбор, и он бы выбрал там на свободном выборе, выбрал бы демократическую партию, а не республиканцев. Но он не готов умирать с голоду. Ну, что же сделать? Давайте не обвинять его в этом. Так, Таня. Контрпропаганда. Отвлечь внимание от близости позиции демократической партии. Как объяснить? Такую риторику толкали, когда Дональд Трамп был у власти. Татьяна. Когда Дональд Трамп пришел к власти в 16-м году. Против него была организована мощная пропагандистская кампания. Были брошены огромные деньги. Огромные деньги на эту пропагандистскую кампанию. 95% средств пассовой информации подключились к этой пропагандистской кампании. И демократическая партия, которая доминировала в парламенте, в Нижней Палате. И они это использовали в полной мере. Эту пропагандистскую кампанию. И фактически удалось блокировать многие инициативы Дональда Трампа. И устроить вот эту борьбу с импичментом Трампа. Куит-про-кво. Якобы за принуждение Зеленского к началу расследования, которое Зеленский не начал. А то, что за полгода до этого Джо Байден сказал Порошенко, «Либо вы снимаете прокурора Шокина, либо я прекращаю финансирование, миллиард долларов». Об этом как-то все забыли. Но это был шантаж. И в результате которого там прокурор был отстранен от власти. Прекращено было расследование преступления вице-президента Соединенных Штатов, нынешнего президента Джо Байдена. Вот это была организованная, мощная пропагандистская кампания. Это чудо, то, что Трампу все-таки удавалось в этих условиях влиять на мировые процессы, сдерживать Путина, сдерживать Китай. Если вы помните, были заключены очень выгодные для США, для мира тарифные соглашения с Китаем. Кстати говоря, решение о выводе войск, которое не смог реализовать Джо Байден, оно было при Трампе заключено. Американцы покидали Афганистан и правильно делали. Вот, так что это не контрпропаганда, это была пропаганда, мощнейшая пропаганда. СНН, Вашингтон-Пост, Нью-Йорк Таймс, ну, все основные средства массовой информации, проплаченные, подкупленные, все, каждый день распространяли эти ложные утверждения про Трампа, шла мощнейшая пропагандистская кампания. Нет сомнений, там сегодня уже становится ясно, что в этом принимали участие там СОРОС, какие-то силы антиамериканские, тот же Иран, тот же Китай, мощнейшая пропагандистская кампания, которая дала возможность заработать, ну, умирающим средствам массовой информации, которые, это чудо, то, что, ну, некоторое сопротивление этой пропаганде оказывалось социальными сетями. А потом и социальные сети попали под контроль там, фейк-ньюс, борьба с фейк-ньюс, она там, ну, вы все это знаете, даже повторять об этом это не хочется. Мощнейшая пропагандистская кампания и то, что Трамп находился у власти в это время, совершенно его не спасало от этой пропаганды. Значит, Трамп так же, как собирал, как и в 20-м году, огромные ралли, так же точно был популярен в народе. Байден на парковке 10 человек собрать не мог, но победил. А где протест? На кухнях? В этом основная беда. Вуфер, я с вами согласен. Опасность существует, опасность серьезная, опасность фальсификации. И мне кажется, я надеюсь, что уровень поддержки Трампа превосходит возможности по фальсификации. И что самое главное, есть опыт. Понимаете, вот те решения суды не обращали внимания на заявления, отказывались принимать. вот, но сейчас уже вот в нижняя палата принадлежит республиканцам сейчас и будет принадлежать во время выборов. и можно будет принимать решения. И есть опыт. Есть опыт, который позволяет не просто предполагать, а знать о том, что те или иные действия будут предприняты для фальсификации выборов. Но мы стали мудрее, стали мудрее республиканцы. Мы с вами наблюдаем этот процесс все-таки со стороны. А республиканцы, конгрессмены, сенаторы, они его наблюдают изнутри. Мы с вами должны на них надеяться и их призывать к активным действиям. Но, конечно, 6 января там можно тоже повторить в другом масштабе, но основная работа, основные действия – это то, что должны совершить избранники народные, конгрессмены и сенаторы. Так, Николай Х. Вы ведете сами свой аккаунт в Инстаграм? Я решил вам написать личные сообщения и не знал, куда, насчет моего вопроса. Николай, я читаю сообщения, стараюсь читать везде. Но вот то, что я делаю каждый день – это сообщения в Фейсбуке. Пишите, пожалуйста, туда, в Инстаграме. У меня много аккаунтов. Есть аккаунт в Телеграме, в Инстаграме. Ну, где только нету. В Фейсбуке, там, в нескольких местах. Лучше всего писать на тот аккаунт, где я авторизован. Константин Боровой, латинскими буквами в конце I, по-моему, или Y. Вот. Ну и здесь пишите, тоже хорошее место. Я читаю, вот видите, прямо при вас читаю ваши сообщения. Вот. Почему? Кулевайся, президент Казахстана, не говорит о Семипалатинске. А Казахстан находится в зоне влияния России и Китая. А президент Казахстана находится, ну, в ситуации, там, лавирования, сложной ситуации. Понимаете, в случае усиления одной из сторон России или Китая, Казахстан будет терять независимость. То есть это очень сложное, вот это положение между двумя сильными государствами. И Казахстан, президент Казахстана, такая, пытается, ну, выживать в этих условиях. Это сложно, это проблема маленьких государств. Ну, в данном случае не очень маленького государства, но государства с неподавляющим, с несильным влиянием. Так что, многого требовать от президента Казахстана, дорогой Гуляй Вася, нельзя. Такова политическая жизнь. Спрашивает Джохар, является ли пропагандистом Владимир Польстер? Как вы оцените его тезис о Карибском кризисе? По сути, он оправдывает Путина тем, что при Карибском кризисе американцы то ли тоже не дали союзничать к Кубе с СССР. Ну, во-первых, Владимир Польстер – пропагандист. Сын чекистов, разведчиков, сам советский пропагандист, еще вот там, с тех советских времен. Он пытается изображать из себя такого свободомыслящего журналиста. Ну, пропагандист, как вы понимаете, Путин разрешил, согласился дать ему место на Первом канале, дать ему эфир. Именно потому, что он согласился служить этому режиму. Странно, что у вас возникают какие-то вопросы по поводу Познера, Владимира. Мне кажется, там все так очевидно. Алексей Дуракуба, если бы я был солдан, то воссоздал СССР. Пришедшим освобождать Эстонию от жизни и собственности. Извиниться не хочешь, привет гвоздю, на котором висит твой семейный, это не мне, наверное. Воссоздать СССР. Ну, это невозможно по многим причинам, воссоздать СССР. Это, там, воссоздать Британскую империю. Ну, вот задача такого же, так сказать, типа. Ну, составляющая, элементы, составляющие Британскую империю, не согласны ее восстанавливать. Поэтому она невосстанавливаема. Путин пытается усилить влияние в разных регионах, но даже он не может восстановить, так сказать, единого государства. Восстановлено влияние на Грузию деньгами, огромными деньгами, ресурсами, там. Влияние в Чеченской республике. Это стоит денег, 7 миллиардов долларов в год. Когда у него не будет денег, потеряется это влияние. И в Грузии потеряется влияние. И как только начнется процесс распада России, Грузия обретет независимость. И Ванишвили поддерживает свою власть только благодаря Путину, благодаря пропагандистской кампании, деньгам Путина, силовым усилиям, спецслужбам российским. Как только исчезнет этот фактор, Грузия станет свободной. Вот так что даже такое мифологическое восстановление, неформальное восстановление Советского Союза, это тоже очень временное явление. И при любой степени слабостей, и она, видимо, очень быстро наступит, Путин очень успешно ликвидировал экономику России. Очень успешно. Сегодня Россия существует за счет сырьевых энергетических ресурсов, которые продает на мировом рынке. Да, стал колонией Запада в полном смысле этого слова. И как только стоимость этих ресурсов снизится, этому государству не на что будет существовать. Вот как Советского Союза в последние годы, когда Горбачеву отказывали в кредитах. Соединенные Штаты, другие страны отказывали в поддержке этого советского строя. То же самое произойдет с Путиным. Главная проблема мира в целом – общая аморфность и безразличность и слабость общества повсеместно. Это открывает полностью все дороги для фальсификации и захвата власти. И народ безмолвствует везде. Ну, вуфер. Во-первых, народ не везде бездействует. Во-вторых, некоторая инертность, что ли, безразличность, слабость общества повсеместная. И это такой известный стабилизирующий фактор, консервативность это называется. Значит, это написано в Декларации независимости Соединенных Штатов даже, что общество скорее готово терпеть несправедливость и притеснение, чем выступать. Ну, вот это природа, человеческая природа или природа вот этого бессознательного ОНО, общественная природа этого явления. Ну, что же делать? Так устроен мир. Так, гуляй, Вася. В Адлере на пляжах работают радиолокационные станции. Система предупреждения, противовоздушной обороны. Люди рядом на пляже отдыхают и испытывают вредное воздействие на организм. Никто не афиширует. Это странно. В Адлере? Ну, я не знаю. Возможно, это все-таки не очень сильное электромагнитное излучение. Радиолокационные станции, они не всегда включены, я думаю. Хотя я слышал, что радиолокационные станции, во всяком случае, не современные. Их строили в малонаселенных районах, потому что они использовали очень жесткое излучение, опасное для человеческой жизни. Ну, я надеюсь, что в Адлере другого типа станции стоят. Давайте надеяться на это. Тем более, что другого выхода у нас нет, кроме как надеяться на благоразумие этой власти. Из Калуги, привет. Джохар спрашивает, почему в России ведется пропаганда об опасности НАТО, об украинских нацистах? Вам приходилось ли с Гоблином? Значит, Джохар, ну, это та же самая схема мобилизации, которую использует Путин. Ну, вот, начиная войну, пугая народ террористами, нападением, там, украинских фашистов на россиян, он создает условия для такой моральной мобилизации людей, их концентрации около власти. По идее, они должны пугаться этих нацистов и этих террористов, этого НАТО, кстати говоря. В пропагандистской кампании это очень серьезный тезис. НАТО наступает, окружает Россию, и скоро вся Россия будет оккупирована, НАТО, для того, чтобы использовать наши национальные, так сказать, ресурсы, чтобы превратить граждан России в рабов. Ну, вот это пропагандистские остановки. Они действуют на самых тупых. Сейчас, по-моему, в меньшей степени, потому что тупых становится, что ли, меньше. Вот. А может быть и нет, может быть больше. Но это обычная пропаганда. Ничего, так сказать, необычного в этом нет. Она продолжает действовать. И это само по себе опасно, потому что... Ну, вот, советская пропаганда, она продолжала действовать в начале демократического периода российского коммунисты. Очень эффективно использовали вот это привитое советским строем представление о справедливости, которая должна базироваться на равенстве всех людей. Рыночная экономика, которая предполагает равенство возможностей, а не равенство, считалась обществом несправедливым. Поэтому так легко Путину удалось, так сказать, распропагандировать российский народ. Советский народ. Вот, который... То есть российский, который все еще оставался советским. И превратить его в рабов, как это было при Советском Союзе. Рабов пропаганды, рабов вот этих пропагандистских, тупых, антизападных, антинатовских установок, установок страха. Вот, это... Я обещал о пропаганде немного поговорить. Ну вот, давайте. Значит, Самая мощная, эффективная пропагандистская кампания, это пропагандистская кампания, которая базируется на установках подсознания, установках привитых, там, с детства. Когда человеку, там, когда он еще маленький, начинают прививать эти установки, вот, о справедливости, о равенстве, о коммунистических ценностях, о моральном кодексе, там, октябренка, пионера, строителя коммунизма. И это воздействие на подсознание. Вот эти установки современные, пропагандистские, они используют те первоначальные установки, которые были вбиты в подсознание советских людей, и которые каким-то чудесным генетическим способом передаются молодежи. Ну, может быть, это при разговорах, знаете, со старшим поколением, с родителями, с бабушками, дедушками. Но это очень мощный инструмент воздействия на сознание человека, способ, которым современная пропаганда, вскрывая, открывая, активизируя, вот эти старые, подсознательные пропагандистские установки, продвигать новые установки. Фашизм. Вот нам с детства говорили, что фашизм – это плохо, не ромерский процесс. Это не люди, а звери, которые уничтожали, при том, что зверство значительно больше было со стороны, ну, вот этих солдат советских. И это известно. Страна, которая подверглась там сексуальному насилию. Германия – все освобожденные территории, на самом деле. Вот. Но в подсознании осталась вот эта установка очень мощная – фашизм. Поэтому, когда понадобилось активизировать вот эти украинские установки, базовый принцип – это фашизм. Принцип, связанный с подсознанием. То, чего боятся люди, так сказать, в своем подсознании. Это самый легкий способ продвижения пропагандистских установок. Это такой, знаете, радиоволна. Она для того, чтобы ее передать, ее невозможно передать, вот как она идет. Такая звуковая волна. Значит, используется основа, высокочастотная волна, амплитуда которой меняются в зависимости от голоса. Вот. В этом смысле, это аналогия, конечно, но в этом смысле подсознательные установки, они являются носителем для установок современных, антизападных. Установки на самом деле сложные. Вот. С одной стороны, надо осуждать Америку, да? А с другой стороны, вдруг Путин говорит о ценностях демократической партии Соединенных Штатов, которую он поддерживает. А Соединенные Штаты, американский империализм, это уже из подсознания. Он осуждает. Ну вот, конструкции, которые строятся на учете вот этих подсознательных установок и современных установок, которые надо продвигать. Эти конструкции, это результат работы очень экспертированных групп, которые сейчас работают, создают пропагандистские компании и очень эффективны. Очень эффективны. Ну вот, то, что меня в свое время больше интересовало, инструмент разрушения оппозиции российской. В 2010-2012 году эта оппозиция была очень сильна и очень росла количественно. И влияние ее росло. И это очень волновало Путина, Кремль вообще. И они старались предпринять, предпринимали очень сильное, серьезное усилие для того, чтобы подавить этот процесс, растущий процесс. И вот были предприняты усилия, связанные, скажем, с внедрением в оппозицию националистов и коммунистов. Уже в некотором смысле приняты, ну, молодежью, во всяком случае, установки вот этой равенства возможностей современного общества, в рыночной экономике. Их начали постепенно разрушать с помощью коммунистов. Несправедливо, как это равенство возможностей. Нужно равенство? Вот есть голодные дети, надо заботиться о них. и то, что продвигал с помощью националистов. Вот это, ну, по существу, такая мягкая антисемитская компания, которая продвигала установки, связанные с, там, с семибанкирщиной, евреями-олигархами, которые управляют, пытаются управлять Россией, и с которыми борется наш дорогой, любимый Владимир Владимирович Путин. Вот. И эти олигархи же были в окружении Путина, понимаете? То есть, ну, в некотором смысле в рамках пропагандистской кампании этими олигархами жертвовали. Ну, им плевать было, конечно, на все эти, там, пропагандистские установки, но они воспринимались на низовом уровне, на уровне, ну, вот, простых людей, которые понимали, что и говорили об этом открыто, и в некоторых случаях пропагандисты об этом открыто говорили, да, вокруг Путина вот эти вот евреи-олигархи, с которыми Путин борется, и он там действительно иногда стравливал их, боролся с ними. Вот. Ну, и так далее. Вот сочетание инструментария, связанного с подсознательными установками пропагандистскими и современными установками, которые надо продвигать, антизападными, антиамериканскими. Вот это процесс, которым сегодня занимаются основные пропагандистские, так сказать, институты, которые создают пропагандистскую компанию в России и на Западе. И создают очень эффективно. Еще раз напоминаю, друзья, поддерживайте канал. Этот канал борется с пропагандистскими компаниями Кремля и социалистов европейских, и социалистов американских. И это очень важно. И это вопрос не просто борьбы с плохими людьми, это вопрос сохранения мира, нашего благополучия. Мы же не хотим ядерной войны. Мне кажется, никто не хочет. Поэтому поддерживайте канал. Спасибо. Спасибо.